МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шановні глядачі, сьогоднішня програма «Слобожанщина. Слово» буде присвячена 30-річчю Чорнобильської катастрофи. Сьогодні в будинку офіцерів Харківського гарнізону відбудеться зустріч курсантів кадетського корпусу з письменниками Леонідом Томою, Віктором Пінченком та Світланою Горбуновою-Рубан. Співатиме пісні для кадетів також заслужений артист України Олексій Еткало. Тож, запрошуємо до зали. Полтавник відставці, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, відмічений урядовими набородами, почесний громадянин селища Стара Водолага Харківської області, запрошую на сцену Віктора Михайловича Тимченко. АПЛОДИСМЕНТА І я ЧАЕС, ВІДНОВЫЙ, ПАМЯТНИК, ПОСТАЛЫ СТИХА. Украина, на мне опривається рот, Ни дітей, ні внуков тебе не оставил. Посмотри на меня, я совсем не урод, И тебя не однажды родною прославил. Над моей головою визнув ядерный меч, лейтенантом і старшим в ракетной бригаде Получав свою дозу, чтоб мир уберечь, И не думал тогда о глядущей расплате. Капитаном приехал учиться в Лязань, А майором с этой личием закончил учебу, Колесил по стране за вокзалом в вокзал, Не снимая с собой и военную робу, До конца подполковником выполнил долг. В засекреченном аль-Чернобыльской зоне Видел горькую правду один только Бог, Сколько крови подали его на погоны, Распинали меня на партийном кресте, И лишали армейских подач. Я своё изслужил, подслужил, И в ромнищике Украина по мне никогда не заплачет. Первое святувление на Чернобыле написано, После того, это на третий, на седьмой день, когда я уже посмотрел все зоны, Посмотрел эти деревни, посмотрел я эти колючие, Все в восемь, двенадцать рядов колючая проволока, Тридцати зоны обкинули на сосновых столбах. Я написал, эти пыли я видел своими глазами, Чёрной лентой предаются в судьбы они, Сколько в райской земли, рожжённой слезами, Довелось нам спасать в одетяжкие дни. Пролепить городу снувши, деревни пустые, Войный лес порыжел, пахнет смертью базальт, Зоны рвы до столбы, КПП постовые, Знаки виза прещет, и политый асфальт, Мирный труд в лепестках, Сколько техники разной, Сколько частных задач, Поминутный расчет, И один только блок оказался заразным, Столько бедно творил, Что никто не сочтет. Чернобыль нас забрал в пулак, Под гимн Советского Союза, От министерств до профсоюзов, Загнав спасательный пулак, Столбы охраны, лагеря, Полки, бригады, батальоны, От нулевой до третьей зоны, Вся вручённая земля, Москва и Киев, Верги, Системы лагерной рули, Мы блок четвёртый хоронили, А нам готовили беньки, Доза летальной, Века огромная, Ярко-вишнёвый мрехтор горит, Всё получается небо и молнии, Дышат чиха и ураны, Графит, ядерный пепел, Разгул и затопов, Сухость во рту и безумья в глазах, Кто считал жизни под сводом Европы, Кто заглянулся в Господних слезах, Лиза солдатские, Жарно-тёмные, Молодость борется, Смерть не страшна, Эти картины довольно объёмные, Может, забыла родная страна. Пури в зоне смерти не свистели, Мины взрывали, спевая, На Чернобыле война иная, Люди облучали смертью, Подвиг жизни превращался в фраг, Угасали сборщики урана, Сварщики, бетонщики, охрана, Все, кто строил чудо-саркофаг, Где они, заложники страны, Я живу за многих доживая, Свою память звонью обжигая, Нет ужасной ядерной войны. Смерть таится невидимкой рядом, Мат шарашит, как чугунный звон, Плачет горе адамным распадом, Зазекречит в зоне смертный фон, Это помнят те, кто пал в обмане, Кто графит с ураном в руки брал, Кто искал могилу в котловане, Кто с бетоном смешивал метал, Кто носил солдатские погоны, Чья судьба была на волоске, Кто не покидал опасной зоны, Это помнят люди, но не все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наступное слово до вас скажет Заступник військовой головы, Письменница ОРЦЕСА Светлана Горбунова-Круповна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тема, которую вам сегодня хотят передать Представители старшего поколения, И я с ними в том числе, Она настолько болезненная, Она настолько значимая для человечества, Что будет очень хорошо, Если вы все услышите, И все вот сюда примете. Потому что тема Чернобыля, Проблемы Чернобыля, Трагедия Чернобыля, Это то, что досталось Не только нашему поколению, А к большому сожалению И нашим детям, и нашим внукам, Правнукам, и всем вам, Кто сидит в этом зале. Поэтому будет очень важно, Если вы будете ее понимать, Правильно воспринимать, И правильно отвечать на те посылы, Которые тема Чернобыля Будет еще очень долго Передавать человечеству. Здесь говорилось об участии в ликвидации Последствия аварии Чернобыль-Скайлис. В стихах прозвучала строка о том, Что жены ждали и ругались. Но еще было огромное количество людей, Которые остались с другой стороны, С той стороны, которая принимала Тех, кто эвакуировался из зоны Чернобыля, Тех, кто потом начал болеть, Тех, у кого потом возникли проблемы, Связанные с этой трагедией. И получилось так, Что Чернобыль Своей трагедией Охватил огромное количество людей И огромное количество стран. Я сегодня вам презентую Кусочек из книги, Которую еще в руках нельзя подержать, Потому что она пишется. Пишется долго, пишется урывками. Эту книгу я назвала «Белая и черная», Потому что вся наша жизнь Это две главных полосы. Белая полоса и черная полоса. Так мы по жизни и идем. Но вы должны помнить, Что только белый луч света Можно разложить на семь цветов радуг. И тогда жизнь рассветится Ярким многоцветием. Поэтому живите так, Чтобы в вашей жизни Как можно чаще возникала радуга. В книгу я, конечно же, Включаю В свои жизненные какие-то воспоминания, Самые яркие эмоции, Самый серьезный человеческий жизненный опыт. И плюс те стихи, Которые тоже в моей жизни есть. И я надеюсь, Что то, что получится, Вам будет интересно. А теперь кусочек о Чернобыле, Потому что Чернобыльская тема Стала практически частью Моей большой жизни. В 1986 году Рванул Чернобыль. Что произошло И как на это реагировать, Не знал никто. Высшие чины Партийной и советской власти Потратили много сил и выдумки, Чтобы скрыть это событие, Которое, по сути своей, Разделило жизнь людей На дом и после Чернобыля. Кто-то придумал Расстреливать радиоактивное облако ракетами, Чтобы Европа не успела Сообразить, что произошло. Однако получилось только хуже. Рассеяли эту беду Практически на всех. Кто-то решил 1 мая Вывести на улицы Киева Людей на первобайскую демонстрацию С шайками и флажками, С детьми на плечах, Чтобы мир ничего не заподозрил. А потом, 20 лет спустя, Те, кто имел к этому отношение, Каялись перед телекамерами И рассказывали людям, Что они хотели, как лучше. А кто-то быстренько объявил Мобилизацию всех химиков, И специалистов по гражданской обороне, Находившихся в резерве. Так вот, среди последних Было много хриковчан. Забирали ночью из дома, Днем с работы, Кого где нашли, И везли в Чернобыль. Наши мужчины мало что понимали, А когда поняли, Обалдели. На четвертом блоке Была сделана надпись, Автор которой остался неизвестным. Большими буквами, Коричневой краской Было написано на стене. Кто понял все, Тот здесь сойдет с ума. И счастлив тот, Кто ничего не понял. Жители 30-километровой зоны Эвакуировали. Это была потрясающая акция. Вереница желтых автобусов И карус, А в дубовских автобусов Вошла в город Припять. Десятки, Сотни автобусов. Это было воскресенье, Выходной день, Была жарко. Людям предложили поехать на вылазку. Брать ничего не надо, Только документы и деньги. Все равно скоро вернемся. Ехали весело, Пели песни, Смеялись, Так как еще не знали, Что не вернуться В свой дом Уже никогда. Утопающий в розах, Светущий город Припять, В котором жили молодые люди И их дети. Город атомщиков, Профессия была еще очень молодая, Стал мертвым городом. Люди разъехались по всей Украине. Харьков в этой ситуации Имел особое место. Мы принимали тех, Кто пострадал, И отправляли тех, Кто мог ликвидировать Последние аварии. Тогда, в мае и июне 1986 года, Мы жили проблемами тех, Кто уехал из Чернобыльской зоны, Оставив все свои дела. Мы покупали коляски новорожденным, Так как было открыто специализированное Родильное отделение Для чернобыльских женщин. Мы носили им передачи, Мы регистрировали тех, Кто к нам обратился. А потом, спустя время, 1987-1988 год, В поле нашего внимания Появились те, Кто ликвидировал Последствия аварии. Это были наши молодые, На первый взгляд, Здоровые ребята, Которые, вернувшись из Чернобыля, Начали болеть. Болеть долго, Непонятно, Без диагноза, А значит, Без четкого лечения. И народ начал волноваться, Ходить по кабинетам, Требовать к себе внимания, Требовать компенсацию За утраченное здоровье. Как во всяком деле, Образовалась группа лидеров, Которые появились в моей жизни В 1988 году И остались в ней навсегда. Я тогда работала Председателем областного комитета Общества Красного Креста. 12 лет своей жизни Я отдала этой организации. Создание каких-либо Общественных организаций, Название которых Не фигурировало В партийном номенклатурном списке, Было делом бесперспективным. Какого-либо порядка регистрации Новых организаций Не существовало. Но я придумала. Я предложила зарегистрироваться Первой чернобыльской организацией Коллективным членом Красного Креста. Другого пути не было. Были противники. Но они протестовали только потому, Что верили, Что можно создать Некую самостоятельную организацию Без каких-либо опекунов. А практически Это было нереально. Организация выжила, Встала на ноги, Получила возможность Заявить о себе. Только потому, Что с нею рядом Было общество Красного Креста. Со своим авторитетом, Возможностями, Историей. Только потому, Что на Красный Крест Никто не смог Поднять руку. Название организации Было очень трогательным. Чужой беды не бывает. И первым ее председателем Стал Валера Ководов. Личность неоднозначная, Эмоциональная, Непредсказуемая, Достаточно авантюрная. Очень многие Его откровенно Не воспринимают До сегодняшнего дня. Однако, Именно эти Его качества И способствовали Созданию Первой Чернобыльской Организации. Она родилась 6 августа 1988 года В годовщину Бомбежки Хиросимы И наделала В городе Столько шума, Что помню до сих пор. А в апреле 1989 года В годовщину Чернобыльской Катастрофы На улице Харькова Вышли Сотни Организованных Людей, Чтобы напомнить Человечеству О случившемся И почтить память Погибших В огне Чернобыля. Тогда Во главе колонны Вместе с лидерами Чернобыльского движения Шел мэр Харькова Соколовский Степан Николаевич И первый секретарь Верховного партии Хиросимы. Они рисковали, Так как Киев Запретил Какие-либо Шествия По поводу Чернобыльских Событий. Но они шли, Так как Лучше других Понимали, Что процесс Не обратил. Что чернобыльская Проблема Это проблема Не только Нашего поколения, А наших детей, Внуков И правнуков. К сожалению, Сегодняшнее Отношение С моим Первым мэром Состоит в том, Что он не очень здоров, И ему нужна помощь, А я, Спасибо Богу, Могу его Вхочем Прополучить. Я умышленно Не окуналась В тему Чернобыльского движения, Так как Это отдельная Большая книга О боли и радости, Любви и предательстве, Интригах И разочарованиях, Обо всем таком, Чем живут люди. Только у чернобыльцев Это все сильнее, Ярче, Больнее И переживательнее. Сегодня, Когда я пишу эти строки, На моем столе Лежит приглашение. Меня приглашают На всеукраинские Новости чернобыльских Областных организаций. Их много По всей Украине. Они влияют На многие политические И социальные Процессы в стране. И сердце моем Наполняется Тревогой И гордостью, Когда я Смотрю на них И слушаю Их. Спасибо большое. Человеческая жизнь Так устроена, Что Каждый человек Ищет в ней Своё место. Но я хочу, Чтобы вы знали, Чтобы у каждого Пришедшего в этот мир Есть своё Предназначение. И предназначение Есть у каждого из вас. Вы только должны Его понять, Почувствовать И обязательно Реализовать. И на память О нашей встрече Я вам прочту Своё стихотворение, Которое тоже Войдёт в эту книгу. Предназначение моё Скажи, Зачем живу на свете? Чтоб было хорошо Вдвоём, Чтоб радовались Солнцу Дети, Чтоб внуки Щебетали, Как птенцы, Чтоб мама Улыбалась на рассвете. Предназначение моё Скажи, Зачем живу на свете? Предназначение Лечение, Болезни, Рак и приключений, Предназначение, Учение, Чтоб снять В душе твоей Сметение К морщинам, К сединам Почтения, К друзьям, Как веточкам С плетением, К трудам, Похожим на сожжение. Так в чём же Предназначение? Запрежжил свет, Запели птицы, И новый день В окно стучится. Сказала, Солнце улыбается, Лишь только Я Ответы знаю. В любви, Что жизни Есть Продление И людям Вечное Служение Долой Тревоги И сомнения Да здравствует Предназначение! А на сцену Я запрошую Людину, Яка Який Дозволити Вперше Написати Про Чернобыль Член Національної Сбільки Письменники України Леонід Тома Автор Поеми Атомного Сада Видані Буквально Через Два-три Годи Після цих Подій Україна буде Завтра Вона була І при царях І при бійчевиках І буде Завтра Бо є Український народ Якому Я Цей бір Хочу Почитаю Присягнити І цьому народу І вам Безбереж Називається Неслава Не поляже Та що степа У диму Офіцією Офіцією Однополчак А також Співальні Завтра Післяємці Сагайда Офіцією 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 Завтра Офіцією 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 Офіцією